таки купил новый телефон себе посмотрите какая детализация теперь весь пот и все бугры на коже видно складки в том числе снимаю себя надеюсь не думаю что я снимаю людей впереди переключаемся на широкий угол все сейчас я поел суши роллы вот здесь вот сзади меня здесь расценки кстати на этом рынке это рынок рядом с торговым центром здесь расценки на суши дороже почему-то чем на чем в торговом центре достаточно известном на сам я не там я в 2 раза больше приблизить нельзя ну вот без изменений все поеду сегодня в сурадхане на поезде на вечернюю 8 часов чтобы прибыть 8 в 9 сурадхане иначе если раньше выйду то прибуду рано утром там я даже не знаю что придется делать стоять на железной станции ждать пока приедут продавальщики трансферов до до порта и далее уже на остров вот но когда днем едешь ты видишь пейзажи из окон хотя бы какие какие места ты проезжаешь когда едешь ночью ты ничего не видишь но ночью ты спишь хотя бы там не знаю может быть и сейчас поеду прямо чтобы не тянуть особо времени но тогда я приеду наверно ночью а паром и отправляются рано утром так что наверное все таки даже свечу ладно все двигаемся дальше мне тут сейчас туда вот надо а на желтую ветку на самый верх здесь даже лифт поднимается до туда на желтую ветку объезжать весь город до станции лопат там пересаживаться на синюю ветку и на жди вокзал двигаться я был наверху сейчас спустился увидел что мои любимые лонконге здесь на рынке продаются по 25 бат за килограмм сейчас куплю их себе в дорогу и поеду посмотрел билеты на поезда свободный только два рейса на 7 часов и на 8 остались и все даже более поздних сейчас нету и более ранних нету может быть сегодня попаду в такую ситуацию что со множеством людей поеду и будет так стабилизация где я потерял стабилизацию кажись чего-то почему без стабилизации надо на стройках покопаться возможно даже негде будет поспать когда поеду сейчас поеду заранее билеты куплю чтобы чтобы не было из такой ситуации что их вообще не будет вот видимо в какие-то дни сегодня понедельник передвигаются местные жители активно между провинциями может быть это один из таких дней так секундочку по дворе купил я себе пакет два пакета лонконов здесь по 25 бат а здесь видимо уже расфасованы по килограммам килограмм даже еще дешевле 40 бат так бы был 50 и здесь почему я именно эти взял потому что они маленькие по размеру вот эти чем меньше они по размеру тема меньше факт что меньше вероятно что они испорчены когда они крупные такие вырастают они уже начинают портить становятся черными почему купил я два пакета себе в дорогу просил у них большой пакет но у них нету только такой вот очень доволен так же есть вот очень вкусные гранаты но они темнеют ой от них если их руками чистить руки тем не вот и в дорог дороге не очень удобно будет чистить поэтому я их не возьму но здесь рыночек в принципе здесь однотипное все вот с грибочками еда я ее пробовал когда только приехал в бангкок в этот раз но я уже не помню как она называется вот наверное мне еще чем подруга русская которая здесь живет говорит у них еще тут цены указаны по ихнему ихними иероглифами цены указаны для своих а для местных жителей цены указаны уже цифрами и цена выше гораздо вот 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 как же без вот вот это кстати виноград такой вот вот такой вот по двойная цена почему-то 60 120 не знаю что значит но по вкусу он ничем не отличается от обычного винограда итак ну все я поехал наверное покупать билеты 10 и 100 а это 10 такая маленькая 10 бат я наверное стаканчик сейчас возьму оса выбрала значит вкусно да наверное стаканчик 10 бат он равносильно вот этому вот маленькому или не знаю или вот этот на и нарушу дать за 20 возьму а еще желе какие-то ну ладно посмотрите насколько высоко над дорогой находится битис битис как корейская по моему группа исполнители исполнители песен прямо на поездах реклама самсунга с 24 ультра но я поднялся здесь на третий этаж на лифте и и буду подниматься сейчас еще выше там уже ножками по моему надо двигаться над домами даже над всеми проходит вот так сильно люблю лонконы что поездку взял с собой два кило вот так выглядит внутри поезда достаточно и 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 окна но видите как раскачивается не стал даже стоять у дверей потому что достаточно неустойчиво я не знаю почему может быть потому что я в конце или а нет я наоборот самом впереди да мы же едем в ту сторону только водитель что-то не видно а где водитель может быть водитель и девушка но она просто как бы сопровождающий поезда без водителя похоже сейчас включил еще дополнительную стабилизацию может быть цифровую она и так была в настройку включена но еще дополнительно есть человечек бежит бежать нарисован но все равно 300 прям очень сильно как будто здесь какая-то неисправность в поезде дождик наверно будет опять там дом находится с такой сейчас он загорожен зданием с перемычкой наверху как бы есть переход даже пальмочки наверху там есть переход одного здания к другому и натянута сетка строительная вот так впереди можно наблюдать вот он это неподалеку от чатучак парка это значит мы приближаемся к нужному месту конечной станции потому что ж.д. вокзал находится недалеко от чатучак парка как раз во право а это конечно да это конечно надо выходить все вот собираются как раз а мне надо переходить на синюю ветку сейчас можно будет пронаблюдать по желтый по желтый по желтый по желтый по желтой а я чё-то не вижу желтую здесь мало права почему-то она серой здесь отмечена хотя она желтая вот и здесь она желтый переход как раз на станции лапрао и вот к поездам ведет вот чатучак парк и дальше поездам ведет панксу и джан стик тупо парковка раз-два-три-четыре-пять шесть семь восемь девять десять десяти этажный если ошибся выбрать в комментариях и люди идут к своим машинам видимо я думал люди на парковку идут они это это и exit и в том числе переход на метро на мрт на синюю веточку охранник огорожен и смотрю за тем чтобы люди соблюдали и не шли к машинам а шли по своему направлению сейчас через грязнущее стекло покажу количество насаждений в городе посмотрите макушки деревьев отовсюду торчат здесь на этажах там вот даже вон в том небоскребе тоже есть деревья и общий план банкок очень зеленый город но конечно это на воздухе мало сказывается так что здесь надо сюда зайти ой какой любезный финки так я додумал сюда ну да есть как бы лесенка вот а есть лифт вот сюда поем прямо отмечен на б не надо на б на зеленую ветку б а четвертое это этаж это желтая ветка прикольно просто в каком-то здании находится так сказать не знаю как назвать распределитель по веткам метро там зеркало нет это облом купил я свой билет на 6 на 6.50 приеду в 5 утра так что пораньше я не хочу ждать долго поезда гулять здесь уже все понятно в 5 утра приеду надеюсь что 5 утра там будет будут стоять люди которые продают этим которые продают трансферы сразу до парома и на самый ранний паром успею надеюсь что будет именно так вот это осталось час меня побыть прямо здесь наверное сейчас посижу либо дачи тучака доедут четверти посижу часок вышел напротив же до вокзала и здесь если перейти через железнодорожные пути это напротив входа уже до вокзала здесь карточки расположены и здесь я так понял моя любимая свининка вот мукот стоит 50 бат как и везде сейчас куплю сообразил что надо купить и дорогу поесть и водички еще надо купить вот одни меланганами сыт не будешь вот сейчас жду осталось 20 минут до отправления а и у них наверно прям воду я и куплю бутылочки за 10 бат у меня по моему она кончается уже будьте здоровы еще раз будь здоровы ждем уже уж ехать надо они все готовят не даром она мне сказала паста мукот ладно стучку выстрела для меня говорит ты можешь пока подождать здесь пока готовится валюта мое вот вышла она из заказа девушка доверилась на картинке казалось тот лиму код который я хочу я действительно хочу сейчас поеду провозился с телефоном туда в аэропорту аккаунты google аккаунты на вам устройстве запускал везде требуется подтверждение с прошлого телефона для этого симки переставлял вот я решил этим сейчас заняться смотрю уже стемнело уже надо выезжать но у меня лунгана 2 кило с собой на ночь но они все-таки сладкие попить воды надо там конечно продают вот но я хочу там же другую стоимость продают и сберманцы никогда ехал уже когда светало они все проснулись ну когда я ночь уехал обратно сюда в бангкок они все заказывали себе кашку из огромного таза всем накладывали я просто не люблю кашу у них видимо по распорядку дня и по традициям обязаны они были ее поесть все ее смело заказывали мне конечно это жижи аппетита серого цвета не вызывало я не брал даже на пробу они конечно там таксно свинячили разлили по полу там весь пол был мокрый кто-то спал как сидя спал так ноги у него и намочились не обращал внимание вот грязь мусор конечно они там на свинячили жутко такого я не видел когда я ехал из бангкока в сурадхане может быть берманс так себя только ведут а дайте более чистоплотные ну вот там налили жуть но это видно будет видно на записях позы конечно причудливые и там занимали кто-то ложился поцик голова получалось под одной стороной сидячих мест на ноги под другой вдоль не поперек на 6 поперек ноги поперек прохода вылезали так тут конечно очень ну все закупился ей говорю стою набираю мелочи вспоминаю как же будет вкусно помню что-то в конце мак мак стою говорю рой мак мак она верно потом еще на себя показываю я прям так по мелочевке совсем некоторые слова знаю совершенно нестандартные знаю как текать и щекотка и пумпу и толстый на себя показываю горя пумпу и ну и завершил все шлифовал капунка вот таки very much водичку она забыла мне я говорю еще воду яйцо положили я просил не ложить несколько красное яйцо показывал говорю вот не надо не рискуете так со мной яйцо не класть но все равно положили за паре вот ну все иду в аэропорт аэро и сказал нет наземный порт train station поездам иду и сейчас поеду уже осталось там 10 минут на посадку сейчас надо пройти все контрольные пункты ладно сейчас захожу можно ли здесь пройти можно скорее всего надеюсь прибежала за четыре минуты до отправления мне даже говорят которые не путь водителя как там ребята которые там работают даже мне говорят твой так но они сами на вот они поезд поставили они сразу как вот поднимаешься из из вокзала поставили куда-то его далеко очень им долго шел налево и потом самый конец еще бежал скорее от города быстрее сейчас уже отправиться поезд вот с естественным охлаждением а за 266 бат и сейчас поедем весь конечно переполненный людей вот но мало было свободно где-то 22 места всего было свободных на этот рейс на следующий там было побольше но не факт чтобы что их перед объездом мне раскупили бы вот не знаю так что поспать не удастся точно почему-то когда на фломан подъехал все было свободно не знаю чем это связано но я 8 вечера ехала сейчас сейчас 6 50 там еще был в 7 то есть три самых последних рейс и я вот на 6 50 попал вот вот все сейчас же поедем российские снимают свою работу первые кстати у них видимо смена рано закончилась заканчивается и они уже вечернее отправление не работают впервые вообще что-то проверяют контролируют в таиланде ни разу ничего не досматривали всегда когда через рамки проходишь всегда пищит но никто не досматривает я только один раз видел как сам таяц свою сумку при досмотре показывал что там с что нам и все и а и и а и и могу расположиться, девушка рядом вышла, а теперь ребята одни сидят, я от них отошел, теперь я один. Но на других станциях тоже люди заходят и заполняется все равно. Ну сколько людей. Вот эта движуха тут началась, активно просовывает еду прямо через окно. Говорит, возьми пивко, еще есть для тебя две порции пива. Что это интересно? Конечно, у меня пирожные какие-то, сладкие. Прямо на этой остановке все все равно так оживились. Все, нет выбора, возьмешь. Все. Деньги потом отдашь. Перешлешь по QR-коду. Все одно и то же практически продают. Кстати, заходит прямо женщина, даже вся в золотых украшениях, в толстых цепочках. Придется обратно к мужикам вернуться походу. Сейчас установлю. Женщины отличные сюда жгут, они купили место. Теперь мне пришлось обратно сеть к мужикам. Но они не особо сильно, потому что ноги уже он не сможет протянуть сюда, на мое сидение. Ну, может, они выйдут потом. Вот я решил в мужскую компанию остаться, не решил там с девчонками сидеть. Поеду на остров опять нудить. Вот такая реакция хорошая. Водичку, кому продают. Ребята еще ржут из-за того, что я вонган уже килограмм практически доел. Смотрят все на меня. Видимо, уже к нему привыкли. Либо, может, они его моют, а я не мою, не ем. Над этим они ржут. Вгрызться в вонган. Как будто я никогда не ел его. Орой макмак. Мы так хорошо сидели здесь, с этой женщиной. Каждый, каждому по диванчику. Здесь темно уже слишком. Хочется. Добрался я в 5 часов, как положено по времени на билете. Здесь указано 4.85. Сразу меня на станции перехватил работник местный и сказал мне, пошли за мной, через 20 минут мы поедем туда, куда тебе надо. Куда тебе надо, спрашиваю, на Панган или на Краби. И сейчас покажу ценник. Стоимость отправлений по моему направлению 480 бат. Девушку русскую здесь встретила. Она говорит, что это все в раке, через 20 минут минимум не поедет, ему нужно набрать людей, ради нас двоих он не поедет, никуда не тронется. И она говорит, что мы будем ждать, пока следующий поезд с людьми приедет. И только тогда мы уже все поедем, и это нифига не 20 минут, это все брехня. Она, видимо, здешняя уже не первый год здесь зимует. И поэтому я склонен ей верить. Скорее всего, не 20 минут, а час мы здесь просидим, и она говорит, что мы успеем только на паром, который отходит в 8 утра. Получается, что я приехал, повторяюсь, для важности, в 8, ой, в 5, приехал сюда, в 6, 7, 8. Еще 3 часа до следующего парома, и на пароме, наверное, часа 2 еще добираться. Итого 5 часов, и до сюда я добирался 10 часов, 15 часов, полсуток на дорогу, и потом еще сон, то есть день я на это потрачу полюбасу. Ну ладно, мне не сильно тяжело. Все. Мужик, который ехал напротив меня, таец, которого я снимал, он хитренький, когда люди выходили на какой-то инстанции, он пошел разведать, есть ли места свободные, и в конце следующего вагона нашел место свободное, и там поспал. Потом уже, когда достаточно время прошло, уже, когда вот мои старцы подъезжали, он пришел, говорит, я там спал, похвастался. Я думал, он может меня туда направлять, чтобы я пошел свое поспал, но нет, он потом туда пошел, потому что на его месте уже лежал его друг, с которым он ехал. Вот, так что он мою судьбу повторил, когда я в Бангкок ехал, я тоже нашел пустое место и там отоспался. Вот, но в этот раз что-то все было забито, я так посмотрел, что со стороны просто не стал искать, я потому что, я думаю, если бы там были свободные места, там бы люди по двое не сидели. Ну, может, кому-то, конечно, хочется в доме сидеть, может, там парочки семейные, что-то я об этом не подумал, но я не стал искать на этот раз. Прямо на полу там сел, уперся спиной в эту сидушку, вот. И, ай, напоследок, кто там на меня внимание обращал, кто там со мной зрительный контакт устанавливал, улыбался, здоровался. Там еще мужичок, когда на Сурадхане подъехали, он мне говорит, вот, да, кстати, здесь туалет есть, ну, я, ну, вот, меня прямо сюда отвели, говорю, бесплатный туалет, можешь сходить, вот. Я потому что парню, который меня сюда отвел, я говорю, я в туалет начальность хожу, подожди, не гони меня. Вот, он меня взял и прямо сюда быстрее, он говорит, тут бесплатный туалет, вот. А, и вот в этом, в поезде, мужчина один тоже, когда в Сурадхане подъехали, он меня подозвал, говорит, вот здесь вот тебе надо выходить. Как он понял, не знаю, что я дальше не еду, вот, подозвал, позаботился обо мне, еще какой-то жесть показал, типа, что-то я даже не знаю, что-то типа такого, на удачу. Впервые такое вижу, местный какой-то, может, серьезный, но он не этот, не мусульманин, вот, показал жесть какой-то, на удачу, у меня все, добряк, ну, есть такие добрые люди, но все, ладно, жду. Ну, я отправился, а девушка осталась там сидеть, и ей сказали, ждите еще почему-то, но у нас собачка, я просто подумал, может быть, поэтому. Она говорит, у нас, наверное, разные сервисы, и, ну, она едет на, на этот, на Самуи. И она ждет, ест свой завтрак, а я поехал. И едем домой на огромном автобусе, не на минивэне. И едем мы, вот, еще одна парочка, и я, и сейчас еще по пути подобрали. Вот они уже забираются. Так что ради двоих тоже, пожалуйста, езжайте. Паромы девушек сказали, начинают отправляться от пяти часов утра и двигаются каждый час. Не дорога до парома, а отсюда железнодорожная станция занимает два часа. А это значит, что можно сюда приезжать в три часа ночи. Сейчас он хочет свет. Выражу свое недовольство в своем жилительном видеоблоге. Этот автобус прямиком до пирса нас не привез. Сейчас он, сейчас поменяем, говорит, автобус на другой. Зашли сюда, в контору, вот это 12 го. Выдали тикеты. Здесь время 6.14, я думаю, о, здорово, думаю. Не в 8, а в 6, думаю, как же мы успеем доехать до пирса-то. Думаю, 6 это время отправления лодки. Нет, это время распечатки билета. А на следующей странице время... Тоже точно такое же время. Я не знаю, время отправления здесь и написано. Сказала, это очень важно, ни в коем случае не терять. Very important. Don't lose. Вот этот будем стрихот прикладывать, когда будем проходить турникет на лодку. Жду, пока что кто-то прохлаждается. Там кто любит прохлаждаться, скандием парочка. А мы здесь стоим, греемся на улице. Вот так выглядит Суратханя. Потихонечку открываются магазинчики. Мы загружаемся в автобус. Мне в Суратхане нравится прямо хорошо. Я думаю, что я когда в Хангкоку поеду, когда у меня закончится аренда дома, я останавливаюсь в Суратхане, оставлю свой чемодан здесь, в костеле. Сниму байк и поеду на Каусок, на озера. Сниму там отель на сваях, на озере. И буду шоковать. Ну все, загружаемся. Еще раз, спокойная Суратханя с дурьянами по 90 бат за кило. Даже на окраине Бангкока я минимум нашел дурьяны по 160 бат. Такая же цена, как и в центре. Или 150, но незначительно, 150 вроде бы. Машины переправляются с парома. Вот такие красоты в Суратхане. До моего отправления ровно час 8.30 поплывем, а сейчас 7.30 мы сюда приехали. Суратханя 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 Суратхан Продолжение следует...